Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы подключились на наш канал, в котором мы исследуем Слово Божие и молимся, чтобы Господь обильно благословил вас в это время изучения Слова Божьего. Вместе с нами сегодня в студии преподаватель Заокского университета и доктор богословия Юрий Друми. И вначале, перед тем, как мы будем исследовать Слово Божие, я приглашаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за милость и любовь Твою, которую Ты проявляешь к нам. Господи, за Слово Твое, которое Ты оставил, которое научит и сегодня, Господи, нас, живущих в современном мире. Мы просим особенно тех людей, которые сегодня ищут Тебя, Ты Духом Святым, Господи, коснись их сердец. Также благослови нас, Господи, здесь в студии, и мы славим Тебя, единого Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Псалом 50 и 12 стих. Сердце чистое сотворимо во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Августин, это отец церкви 4-5 веков, в своей исповеди написал, что покой, он написал о покое, как о Божьей благодать. И вот что он говорит. Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока оно не успокоится в Тебе. И действительно, сегодня в современном мире люди готовы платить огромные деньги, чтобы выехать куда-то на природу, где тишина и покой, успокоиться немного, отдохнуть. Но это все временно. Вот как человек может обрести этот покой в Господе? Вот сегодня мы попробуем вот этот момент рассмотреть, потому что человек, когда живет во грехе, к сожалению, у него нет покоя. И это четко и ясно видно нам из примера жизни царя Давида. Мы помним царя Давида, он был богобоязненным человеком, любил Господа, и Господь даже в одном месте сказал, что он друг мне. Но Библия не приукрашает никогда своих героев, а она четко и ясно рассказывает о их жизни. Итак, что случилось с Давидом? В какой грех, к сожалению, он впал? И как вообще он допустил, как он дошел, как говорится, до этого момента? Конечно, к тому портрету Давида, который вот так сейчас, Василий, ты нарисовал, нужно добавить еще несколько красок. И, к сожалению, краски черные. И даже, кажется, мы не узнаем Давида. То есть, это не он, это какой-то другой человек. И чтобы понять, о чем я сейчас говорю, давайте просто откроем 11 главу Второй книги царств. Вторая книга царств, 11 глава. И вот для начала давайте прочтем первые пять стихов из этой главы. Хотя я всех, кто нас слушает, смотрит, конечно же, побуждаю к тому, чтобы прочитать всю 11 главу и потом всю 12 главу. Это очень такой полифонический рассказ. В нем переплетение самых разных тем. Здесь очень много и психологии, и теологии, и социологии, можно сказать. Здесь много всего. Это одна из жемчужин божественного откровения. Потому что тоже показывает нам динамику и определенные закономерности, поведенческие закономерности в жизни человека. Ну вот, с чего все началось. С первого стиха. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава, это его военачальник, главнокомандующий, и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили амманитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома. И увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитьянина. Давид послал слуг взять ее. И она пришла к нему. И он спал с нею. Когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную. И послала известить Давида, говоря, Я беременна. Вот такая завязка. Завязка к рассказу, который характеризует Давида по-другому, чем мы привыкли. То есть, это не пастушок, играющий на свирели, и пасущий овечек своих, и человек мужественный, который мог сразиться с голиафом. Человек мужественный, который мог сразиться с львом и освободить похищенную овцу. Это не искусственный военачальник, а это кто-то другой. И вот все началось с чего? Здесь важно посмотреть на целый ряд деталей. Это очень важные детали, и мы не всегда на них обращаем внимание. А между тем, они дополняют картину и создают фон, и делают его более богатым, насыщенным. Не просто и не столько для какого-то эстетического взгляда, сколько они деталей проливают свет на суть происходящего. И вот какие же это детали. Ну, во-первых, такой штрих, что цари выходили на войну. Кажется, что это такое? Ну, сегодня все помешаны на спорте, многие люди. Соревнования, чемпионаты Европы, мира. И люди ждут этого. Ну, в то время люди очень много воевали. Город с городом, одна территория с другой территорией. И, видимо, были какие-то сезоны погодные, связанные даже с погодой, когда удобно было продемонстрировать свою силу, мощь и выдвинуться, напасть на кого-то. Хотя, опять, я не историк, я не специалист вот в этой области, я не могу так это все утверждать. Но, тем не менее, были какие-то сезоны, когда вот это происходило. И Давид отправляет свои войска, но не идет сам, как он обычно это делал, чтобы возглавить армию, а посылает своего военачальника Иова. А сам остается дома. И вот здесь уже первая интрига, что войска на фронте, а верховный главнокомандующий дома. И следующий эпизод, что Давид, верховный главнокомандующий, встает с постели, но не ранним утром, а вечером. Что-то не то, что-то не так. Вечером не встают с постели, вечером ложатся в постель. Он встает с постели. Следующий момент. Он видит купающуюся женщину. Два момента здесь даже. Первый момент связан с тем, что это не следует представлять себе таким образом, будто там был какой-то бассейн, и женщина плавала в бассейне. И он смотрел на нее, и она понравилась ему. Нет, речь идет о ритуальном омовении. Речь идет о религиозном обряде. И это не фитнес, это не спорт, это ритуал, религиозный ритуал. А второй момент, связанный с этим, заключается в том, что Давид нарушает определенное табу. Значит, первое, что он сделал, как я уже подчеркнул, войска на фронте, он дома. Второе, он встает с постели вечером, а не утром. Третье, он смотрит на то, на что смотреть нельзя. А именно, речь идет о табу, вот как сегодня, не смотреть в окна, например, соседей. Это табу. Вот есть соседский дом. Конечно, люди научились закрываться. Есть жалюзи, есть занавеси, есть шторы. И в гостиницах это, и в домах. Потому что нарушается этот табу. Поэтому люди маскируются друг от друга. Но на самом деле, в то время ничего этого не было. И существовало просто табу, что есть правило, куда ты можешь обращать взгляд, и куда ты не можешь обращать взгляд. И вот это правило включало в себя, в том числе, табу на рассматривание чужих территорий, домов. Потому что люди в вечернее время обычно совершали омовения, в том числе женщины. И вот откуда это табу. Потому что люди религиозные, либо гигиенические, но совершают омовения. И поэтому бегать глазами, рыскать взглядом, это не к лицу, простому человеку. Не говоря уже о том, что этим человеком был в данном случае царь. Сам так, да. В следующий момент, Давид видит женщину, и о женщине написано не просто, что она красива, ох, если бы только это, но написано, что она была очень красива. Ну, все женщины красивые, но только некоторые очень красивые. И Давид, человек с сильно развитым эстетическим чувством, автор стольких псалмов, конечно же, не мог не заметить этого и не оценить этой красоты. Дальше. Еще одна деталь. Обратим внимание на такое выражение. «Увидел» и дальше «послал слуг взять ее». Сам не пошел, посылает слуг. Вот эти два глагола я хочу, чтобы каждый запомнил. Они в пятикнижии встречаются неоднократно, и во всей Библии неоднократно, особенно в пятикнижии, начиная с первых глав. «Увидел» и «взял». Также в книге судей Самсон «увидел» и «взял». Вот это опасные слова. В Писании, в пятикнижии, в Петхом Звете, вот это выражение «увидел» и «взял» никогда не заканчивалось хорошим. В данном случае то же самое. «Увидел» и «взял». «Взял» женщину. И дальше случилось то, что случилось. И вот эта женщина сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «я беременна». А Давид сказал «Ура! Наконец-то! Такой момент! Долгожданный ребенок! Я напишу тебе открытку! Я позову музыканта в оркестр!» Мы будем праздновать, мы сообщим всем родственникам. Так мы и реагируем. Вот как ты, Василий, реагировал на беременность своей жены. Как я реагировал на беременность своей жены. Это серьезные вещи. И, соответственно, ожидается определенная реакция. В данном случае она говорит «я беременна». Это беда. И это катастрофа. Вы понимаете? То есть получается, вот гений повествователя, он создает интригу в интриге, в интриге, в интриге. То есть завязка, завязка на завязке. И у нас получается в первых пяти стихах у нас появляется уже пять-шесть узлов. Которые должны потом как-то разрешиться. На таком маленьком участке текста мы получаем такое пространное сообщение. Но можем ли мы сказать, что ошибка Давида, как бы финально, она произошла из-за целой цепочки неправильно принятых решений. То есть это не то, что человек очень часто думает «я впал в грех», как мы говорим. Как это просто шел-шел, спотнулся, впал. Нет. То есть это идет целая цепочка. Он сперва не вышел со своими войсками. Он потом остался. Видать, он подумал, что он сильно устал. И так, что надо отдохнуть, расслабиться по полной программе. Когда человек расслабляется, приходят следующие искушения, где можно что-то посмотреть хорошее. Когда посмотрел что-то хорошее, это уже приводит к определенным действиям. То есть это целая цепочка неправильно принятых решений, которые приводят к финальному совершению греха. И о грехе он один никогда не приходит. Это сейчас мы еще дальше будем рассказывать. Это же не то, что только он переспал с Версави, а это еще какие-то последствия. Да, я думаю, что вот в этом кратком повествовании как раз зашифрованы вот эти смыслы, о которых ты сейчас говоришь. То есть мы не видим Давида бодрствующим, Давида молящимся, Давида, который среди слуг, советников своих решает какие-то стратегические задачи для своего царства. Но мы видим Давида праздным, страшный грех, праздность, сытость, довольство, такое спокойствие, расслабуха. Вот как иногда так грубовато может быть. Но иногда хочется расслабиться или нельзя. Какова цена? Да, у нас тема цена покоя. И вот посмотрим, Давид расслабился, что из этого получилось? То есть вот такая... Проблема, я хотел здесь заметить, что очень часто получается, вот именно когда мы не на чеку, дьявол бьет туда, откуда мы не ожидаем. И вот это именно, когда мы говорим, мы хотим расслабиться, то есть мы хотим просто себе это... Вот это один из самых опасных моментов в жизни христианина, потому что дьявол выходных не берет, он не расслабляется. Он именно в тот момент очень сильно бьет и очень больно получается. Ну видишь, на самом деле, если посмотреть на этот рассказ еще внимательнее, то, Василий, ты использовал достаточно мягкое слово. Ты сказал, что Давид переспал в Сверсавии. А по сути, что произошло? Произошло изнасилование. Да, он заставил уже. Да. А вот портрет человека. Царь, который вместо того, чтобы быть защитником, ну своей подданной, можно сказать, своего царства, он ею пользуется, он ее изнасиловал. И вот это, конечно, как выглядит сцена. Рассказчика, на которую он выводит основных героев. Но эта женщина была замужней. И вот теперь что дальше предпринимает Давид? Давид думает, ну мне нужно это, значит... Решить проблему. Чтобы она растворилась. И он не глупый человек. Он говорит, а нельзя ли воина, мужа, ее вернуть с поля брани? Пусть вернется. Ну и естественно, когда мужчина после длительного перерыва возвращается к жене домой, то мы все понимаем, о чем идет речь. Да. Но это не проходит. Потому что Урия, язычник, с другим пониманием, ну мы не знаем вообще всей его религиозной жизни, ну так скажем по крови, да, он из хитеев, то есть он не из израильтян. Тем не менее, был человеком чести. Замечательно. Очень сильный образ, очень сильный пример человек чести, который демонстрирует высокие нравственные качества. В частности, солидарность с теми, кому трудно. Чего не продемонстрировал Давид. Никакой солидарности с теми, кому трудно. Хотя он был главнокомандующий. А вот Урия говорит, ну я, как он сказал, Давид сначала, иди домой, омой ноги свои. То есть отдохни, да, расслабься. Вот. Но написано, Урия спал у ворот царского дома, 9 стих, со всеми слугами господина своего, и не пошел в свой дом. Вообще, как это? А вот так, не пошел в свой дом. И донесли Давиду, не пошел Урия в дом свой. Сказал Давид Урии, вот, ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, «Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Такой сильный характер, такой... Человек высокой чести. Да, понятие чести просто, просто, высочайшее. И тогда Давид замышляет другой. Еще хуже. Да, замышляет другое. И создает такой заговор фактически. Интересно, что он пишет письмо военачальнику, или же начальнику Урии, и дает это письмо самому Урии. И Урия, как почтальон, несет в этом письме смерть. И он выполняет, он недомысливает, у него не рождаются подозрения в отношении царя. Он ничего не подозревает. И он, как верный слуга, как почтальон, несет это письмо. А в письме написано, что должен сделать военачальник, как он и Аф должен поставить его на такую позицию, самую трудную, кровавую, где самое такое ожесточенное сражение, и потом оставить его один на один, и фактически обречь на верную смерть. И вот это все родилось в голове Давида. Но как такое может быть? Человек избран был Богом на миссию. Как Давид... Вот я очень часто поражаюсь, читая эту историю, ну как Давид мог прийти к такому моменту, чтобы совершить убийство. Ведь Урия был... Они были знакомы до этого, потому что Урия был в царской охране, мы знаем точно. И Версавия до этого тоже, она же была дочерь советника царя в свое время. Поэтому они были все, как бы этот круг они знали друг друга. Тем более, что если он ее видел, скорее всего, что она жила в районе, где жили... Ну, в элитном районе, где жил царь, где жили все остальные. И он прекрасно, Давид, понимал, насколько Урия был верен. Ну, совершить вот это, я, честно говоря, мне очень тяжело понять. Ну, вот опять мы говорим о том, что человек плохо себя знает. И в человеке не одно дно, пробивается одно дно, а потом, оказывается, и другое дно пробить можно. И опять еще какое-то дно, и днище, и думаешь, когда это закончится. То есть нет границ человеческой подлости, нет границ человеческому падению. Лукаво сердце человека. И крайне испорчено. Крайне испорчено. Или увидел Господь дела живущих на земле, и вот они зло во всякое время. То есть они суть зло во всякое время. И вот эта характеристика фактически тоже должна отрезвлять каждого. Почему мы и читаем Священное Писание? Да потому что оно нам говорит правду о нас самих. И здесь мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда инстинкт сильнее рассудка. То есть инстинкт, ну как, красота, женская красота для мужчины. Для мужчины, облеченного властью. То есть не просто полюбоваться издалека чьей-то красотой, но красота в границах досягаемости. Скажи только слово, и эта красавица рядом с тобой. И Давид говорит это слово, и эта красавица рядом с ним. Но она забеременела. Получается, значит, еще раз. Первое. Инстинкт сильнее рассудка. Разум усыплен, приглушен успехами, благополучием, сытостью, расслабленностью, царской самоуверенностью. И Давид сдается фактически. Второй момент, когда он понимает, что это ему чем-то грозит, то есть репутация, и будут какие-то разговоры, нужно замести следы. Он разрабатывает план. Один не срабатывает. Разрабатывает второй план, хуже первого, но надежнее, потому что это верная смерть. То есть военачальник, главнокомандующий, воина, обрекает на верную смерть. И причем, когда это происходит, там даже такие слова звучат, что, когда вот посланник пришел, и Давиду стал рассказывать, о том, одолевали нас те люди, и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота, тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой урехитьянин. И вот реакция. Тогда сказал Давид посланному, так скажи Яву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его. То есть война есть война. Одним солдатам меньше, другим одним солдатам больше. Такова жизнь. Но он же знает, кто этот солдат. И какого качества человек это, и почему это с ним случилось. И это главнокомандующий. Да, мы видим, что Давид недаром сказался, потому что главнокомандующий все-таки, видать, печалился о том, что он сделал. И он понимал, что он неправильно поступил, но он не мог ничего сделать, потому что царский указ это был закон для него. И поэтому Давиду пришлось уже даже успокаивать других людей за совершенное. Но, как говорится, здесь грех один не приходит, и мы видим, что, к сожалению, Давид, идя этим путем, встал на этот путь греховный, шаг за шагом, он совершает невероятные вещи. Кажется, да, с одной стороны, можно было подумать, у него было много жен, как говорится, зачем тебе еще одна? Ну ладно, согрешил здесь, так зачем тебе убивать? И вот, ты, как говоришь, это дно, вот это дно, это то же самое, человек просто не знает границ своего отступления, потому что, находясь в этой позиции, ты завтра еще дальше можешь идти, послезавтра еще дальше, еще дальше. И через короткое время тебя уже не узнают, как мы здесь тоже, в принципе, Давида не узнаем, что он совершает. Но, как говорится, благ наш Господь, что он не оставляет это так, он все-таки дальше работает с Давидом и начинает решать эту проблему. Но это так же непостижимо, как и первое. Да. Если первое непостижимо по степени своей низости и подлости, то второе непостижимо по степени своей благодатности и целительности. И вот что дальше. Дальше рассказывают о том, что, ну, приносят сообщение о Версавии, что муж твой убит, догадывалась она, о чем-то не догадывалась, вполне возможно. Она плачет, если Давид говорит, ну, одним воином больше, одним меньше, она плачет, то есть она любила его. Он был для нее дорогим человеком. Да, тут не то, что вот она ждала этого момента, когда на нее обратит свой взор царь. Я думаю, что нет. И после этого уже Давид берет ее в жены, так сказать, женился, в кавычках. Ну, так надо решить проблему ребенка. И тогда уже, ну, вот такое дальше повествование. Вот так произошло. Мы видим, что, да, Господь посылает своего пророка Нафана. Но можно перед этим, Василий? Я извиняюсь, буквально одна строчка, две строчки, это последний стих одиннадцатой главы. Написано, что, да, когда Версавия сделалась его женой, родила ему сына. И вот эта строчка. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Какой Господь? Как Он смотрит на вещи? Вот эти рассказы нам объясняют. И это настолько важно вообще во всем Божественном Откровении, как Господь смотрит на свой закон, на свою волю. И когда нарушаются вот эти базовые заповеди взаимоотношений, то реакция Бога, конечно, однозначная. Никаких двусмысленностей. Ну и, как ты сказал, да, Господь тогда впрягается, можно сказать, в эту ситуацию, то есть берет теперь на себя дальнейшее развитие событий и посылает своего пророка. И снова, ну я не перестал восхищаться, я просто человек, мне очень нравится смотреть, как вот древние могли выразить такие сложные вещи на таком простом языке, такими скупыми словами сказать так много. Ну это просто гениально. И вот приходит этот пророк с такой гениальной притчей, простая-простая. И сам через эту притчу фактически открывает мышеловку и заманивает туда мышь. Крупную мышь. Ну да. Крупную мышь, царскую особу. И посмотреть, то есть он говорит, да, что вот знаешь, вот было два человека, богатый и бедный. и к богатому человеку пришел гость. У богатого много овец, а у бедного только одна. И он так описывает. Он говорит, одна овечка, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила и на груди у него спала и была для него как дочь. Такое описание, да. Мое сердце тает. Мое отцовское сердце тает. Потому что это родительский такой язык. И вот это овечка. Но богач, нужно же угощать гостя, думает, где же нужно овечку заколоть. И он не берет из своего стада, где у него много было, а берет именно вот эту. И взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. И вот здесь самое интересное. И сильно разгневался Давид. Давид прямо вне себя. И сказал Нафану, жив господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Что интересно, вот пока мы не знаем, что дальше произошло. Понимаешь, я смотрю на этот рассказ, как на матрешку в матрешке. то есть вот ты спрашивал, как Давид мог, вот как он муж по сердцу Божьему, вот как он такой и царь, и умный, и все, все, вот как он. И у меня ответ только один, что человек, в данном случае, Давид, это как матрешка в матрешке. И вот его реакция здесь, это реакция одного Давида на поведение, на поступок другого Давида. Понимаешь, что интересно? То есть он реагирует, он не знает, на кого он реагирует, он реагирует на этого богача, на этого подлого человека, на этого вероломного человека, который отнял овечку и говорит, достоин смерти этот человек, я как царь вижу, какая вопиющая несправедливость в этом. И вот это говорит Давид номер один. А Давид номер два, это тот, о ком он это все говорит, но он не понимает, что он говорит это о себе. И вот Нафан вот этим гениальным простым рассказом завел мышь, мышеловку. Мышь набросилась на добычу и дальше пророк захлопывает эту мышеловку и произносит вот эти слова и говорит, ты тот человек, то есть ты и есть эта мышь коварная. Понимаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в цари над Израилем и я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего налона твоего и дал тебе дом Израилев и Иудин. Если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. То есть чего тебе не хватает? Зачем же ты пренебрег слово Господа сделав зло пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, и дальше идет приговор. Это потрясающий рассказ, который вскрывает вот эту динамику греха, который открывает вот эти пусковые курки, что вот как это выстреливает одно за другим, если не бодрствовать, если не следить за происходящим, что в человеке происходит, как человек переступает одну грань, другую, третью, больше, больше, и потом он не узнает себя, потому что когда Давид выпаливает весь свой гнев, он не понимает, что он на себя, то есть он себя не узнает. То есть человек теряет отчет о том, что он собой представляет. И вот теперь вмешательство Господня. С одной стороны, Господь говорит, это ты, ты это сделал, не закрывает глаза, не то есть Господь гневается реально, гневается по-настоящему на все, а с другой стороны, не оставляет без возможности хоть что-то исправить, не оставляет без надежды. И вот дальше, когда мы читаем, что дитя заболело, и Давид уже пришел в себя и начал очень много молиться, поститься, всю ночь пролежал на земле. Такой рассказ тоже, да, вот кто из нас, когда на земле ночь пролежал в покаянии. Давид еще надеется, что может быть Господь смилуется над ребенком, пощадит, оставит его в живых, этого не происходит, ребенок умирает. И вот этот период нескольких дней, когда жизнь ребенка висела на волоске, и был вопрос жизни и смерти, фактически, мы можем так предположить, стал тем временем, когда Давид создал свой покаянный псалом, который вот был тобой процитирован, это памятный стих, сердце чистое, сотвори во мне Божий, дух правый, обнови внутри меня. Это покаянный псалом один из семи, кстати, в книге Псалтырь. И вот вот это скорбь, вот этот пост, вот эта молитва, и ночное бодрствование, вот это самоопустошение, я бы сказал, отказ от еды, от всего, от всего, и вот эта одежда никакая, и он как бы себя запустил, можно сказать, вот на эти дни, вот это стало точкой восхождения, началом восхождения, началом восстановления. Поэтому, когда мы говорим о цене покоя, мы должны понимать, что непомерно высокая цена, по человеческим меркам, еще к божественным меркам мы придем, но вот по человеческим меркам это очень высокая, непомерная цена, и Давид, и вот то, что он так вот нит на земле, и он в этой скорби жуткой, это как раз цена будущего покоя. Но так вот началось восхождение. И вот я сказал о 50-м псалме. Дело в том, что это тот псалом, который вошел в православную литургию, в текст, он вошел в католическую мессу. Более того, этот псалом цитирует мытарь из притчи Иисуса Христа, когда он сказал о фарисеи и мытаре, которые пришли помолиться. И мытарь молился про себя в себе и говорил, что благодарю тебе, что я не такой, как вот те и другие. А мытарь, не смея поднять глаз к небу, бил себя в грудь и говорил, Господи, будь милостив. Так вот это выражение, будь милостив, это как раз таки и есть начальные слова 50-го псалма. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Вот эта молитва, которая, скажем, в православной литургии, да, Господи, помилуй, это фактически вот эта строчка, вот эта строчка, 50-й псалом. Помилуй меня, Боже. И потом мытарь. То есть, это покаянные слова, то есть, опыт Давида, его псалом, это теперь язык кающегося человека, грешника сегодня. и это настолько универсально, настолько это общее распространение. Я недаром привел вот эти традиции, католическую, православную и новозаветную, что касается мытаря, и что касается наших молитв, когда мы просим о милосердии Божьем. Но истоки этого вот именно здесь, в 50-м псалме. Ты знаешь, что, рассматривая эту историю, очень часто мы так как бы зацикливаемся на Давиде, на вот тех событиях, но здесь главный герой Бог, по моему мнению. Потому что как Господь ведет себя с Давидом, это заслуживает просто нашего внимания. Во-первых, мы смотрим, что согрешив, Бог посылает своего пророка и таким мудрым образом он ему говорит. Ну, ведь мог же на фан зайти к царю просто ногой дверь открыть и сказать, ах ты грешник, что ты наделал и так далее и тому подобное. Нет. Бог это делает таким образом, чтобы Давид логически понял свой грех настолько глубоко, что он сам себе выносит приговор. С другой стороны, очень важный момент здесь заметьте, что даже вынося себе приговор, Бог его не исполняет, потому что он говорит, что тот человек, который это сделал, достойный чего? Достойный смерти. Но мы видим, что Господь его не поражает смертью, он дает возможность и Бог дальше работает с Давидом настолько, что Давид не был бы Давидом, если бы не умел каяться. Вот это, конечно, у Давида не отнять. И в этом есть преимущество вот именно человека Божьего. Да, мы те же люди, мы с того же теста, как и все остальные. Но вот человек Божий, человек, который доверяет Богу, он имеет вот эту возможность покаяться, встать на колени, раскаяться в всех своих грехах и больше не совершать. Но мы видим, к сожалению, да, последствия греха, ты от них никуда не убежишь. И они присутствовали в его жизни. Мы знаем, что жизнь Давида после этого момента, она уже никогда не была такой, как она была до этого. Особенно, что касается его семьи, детей и всего остального. Мы видим, что ребенок умер, да, Господь также допустил. Но опять же, как ты сказал, это очень важно понять, что вот этот Псалом 50-й, где Давид действительно накаяться. Он говорит, вот это ключевой момент, он говорит, Господи, новое сердце создает. То есть, вот это сердце, которое у меня, оно не способно принимать правильное решение, понимаете, новое. И вот Бог дает ему этот покой. Хотя у него жизнь, потом еще и сын восстанет, и друг на друга, и так далее. Но Давид уже, как бы, скажем, после этого опыта, он как бы в другом измерении. Измерение покоя и отношений с Богом с этого момента. Да, он еще делал ошибки, он допускал ошибки, но таких он уже не допускал в жизни. Безусловно, покаяние Давида в некотором смысле стало образцовым. И почему вот Псалом его и стал таким лекарством для согрешивших душ. Вот уже на протяжении трех тысяч лет это исцеляет наши души. С другой стороны, конечно, да, хоть он таких ошибок не допустил, но Давид утратил большую долю своего нравственного капитала. Конечно. И в семье у него дальше пошел раздрай. Полный сбой. Просто, просто пошло все в никуда. И что сделал Амнон с сестрой своей и что сделал Ависолом. И один погиб, и другой погиб. И вот этот ребенок, и Давид там действительно в четверо воздал, если внимательно все почитать, в более широком контексте. Плюс что случилось с дядей Версави, который поддержал восстание Ависолома, вот, Ахитофиел, да, то мы видим вот такое полотнище развернутое, которое, в общем-то, там, кстати, нет таких нигде строчек, не принято было, чтобы авторы, ну вот, читающий, да, разумеет, ну вот, смотрите, дети, читайте, и этого не повторяйте. Просто дается картина, ну, каждый, у кого есть уши и глаза, понимал, что делать, чего не делать, и что, чем заканчивается. Поэтому действительно жив Господь, который не оставил своего несчастного слугу один на один с грехом, Господь помогает, и Господь принимает покаяние, Господь дает пластырь и бальзам, чтобы залечить вот эти раны, но он не освобождает от последствий, и Давид должен был еще эту чашу расхлебывать, расхлебывать, до конца своей жизни. Но интересно, что вот его покаяние, оно было очень таким интересным, он говорит, согрешил я против тебя, Господи, он не говорит, что я согрешил против Версавии, Урии, и так далее, он говорит, я согрешил против тебя, то есть, вот это что, показывает его глубину раскаяния, или все-таки он должен был просить все-таки прощения у Версавии, я думаю? Ну, как, это, я думаю, что объясняется тем, что грех против человека на самом деле есть грех против Бога. Это не означает, что если Давид говорит, я согрешил против тебя, единого, что, ну, мне безинтересно, что там думают люди, и я как будто бы не согрешил против них. Да, конечно, он согрешил и против людей, и он сам понимал это. И его реакция, кстати, вот эта матрешка в матрешке, что я говорил, там же человек против человека согрешил, и как он реагирует на это? Он же не сказал, что, ну, да, он согрешил против Бога, но не против человека. Нет, это уже больше такое, скорее, какой-то оборот речи, это не какая-то глубинная концепция, чтобы мы могли в этом видеть какое-то оправдание. Понятно, и особенно Иисус, когда сказал, ну, это еще в Ветхом Завете написано, потом, когда Иисус еще обострил вот это и синтезировал, что есть наибольшая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, сей душой твоей, разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя. Поэтому и вторая подобная ей, да, наибольшая вот это, и вторая подобная ей. то фактически Иисус навсегда объединил первое со вторым, так же, как и в законе Господнем. Ты не можешь разъединить свое отношение к Богу от твоего отношения к ближним. Это едино. И, кстати, потом в послании Яна, мы еще прочтем этот стих, но я хотел другой процитировать, в послании Яна написано, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата, которого видишь. И вот такими вопросами, таким синтезом, что ли, божественного и человеческого фактически демонстрируется единство и неделимость нравственной жизни человека и духовной жизни человека. Одно без другого не существует. То есть ты не можешь преуспеть пред лицом Божьим, и чтобы у тебя все тут заваливалось среди людей. Это все единое целое. Ну вот так, я думаю, что касается этих слов. Здесь, что очень важно заметить в ракурсе нашей общей темы, что даже Господь, простив Давида, он имел покой в Господе, но в жизни у него не было покоя. Потому что он пожинал последствия греха еще очень-очень долго. И здесь можно четко и ясно сказать, что человек, живущий во грехе, он никогда не обретет покой. Какими бы усилиями он не старался это сделать, что бы он не прилагал, каких усилий все равно этого достичь не можно, нельзя. Потому что только в Боге, только в Боге человек может обрести покой, тишину, мир и радость. Ну, вот как в псалме, и в псалме, который мы поем, но главное, что он из псалдаря, псалом Давида. «Что унываешь ты, душа моя? И что тревожишься?» «Покойся в Боге, душа моя!» Вот это все слова Давида. И только в Боге находится покой. И в псалмах вот эта мысль, на самом деле, разлита. Вот встречается неоднократно. И поэтому, да, среди людей, конечно, вот как отец, как глава семьи, глава царства Давид, конечно, ставил себе оценки неудовлетворительные вот из-за всего произошедшего. Но в Боге все-таки он обрел покой. И через покаяние достиг мира, можно сказать, с Богом. Хотя, умирая, тоже еще вспомнил там о мести. Но здесь тоже нужно понять, видите, мы же читаем вот эти древние истории через очки... Современного человека. И через очки Нового Завета и Евангелия Иисуса Христа и Нагорной проповеди. И поэтому мы, бывает, к древним предъявляем более высокие требования, чем следовало бы. А если бы мы жили в то время и посмотрели на поведение других царей, других царств, то, ну, как бы, как сказать, вписывается в общую картину. Да, да, да. Вписывается. Хорошо, но если бы мы подвели итог жизни Давида, потому что мы сейчас же не всю жизнь его рассматриваем, а именно вот это его падение, как бы мы могли, скажем так, подвести такой итог, чтобы люди поняли в действительности, что заходя так далеко, человеку намного труднее будет вернуться. Знаешь, как-то однажды я слушал проповедь одного пастора, он говорил об этой теме, и он говорит, если вы готовы так каяться, как Давид, то можете согрешать. Ну, это, конечно, парадоксально, но его акцент был на том, что действительно, вот нужно уметь каяться, как Давид каялся. Да, если перед гипермаркетом ты готов на глазах всего города, который приходит туда покупать продукты, как пастор, например, или как руководитель там высокий, да, высокого ранга, пролежать вот перед всеми. Но сегодня на это посмотрели бы как на какую-то странность, то есть еще что он там лежит, что он там юродствует. Я имею в виду в контексте культуры, но у нас культура бесстыдства, к сожалению. У нас не культура стыда, у нас культура бесстыдства, а в то время культура стыда. И когда человек посыпал голову прахом и пеплом, каялся и не ухаживал за собой, и весь не ел, и не спал, то все понимали, о чем идет речь. И он фактически навлекал на себя позор. И в этом было его искреннее раскаяние. То есть он подтверждал свое покаяние перед Богом вот таким поступком. То есть принять на себя позор. Сегодня мы исчезаем, и мы на это не готовы. Поэтому да, я понимаю слова вот этого пастора, что если вы готовы так каяться, то, ну да, попробуйте типа того. Но поскольку культура бесчестия и бесстыдства, то, ну, вряд ли, вряд ли. То есть люди предпочитают и согрешить, и не покаяться. Вот где засада наша сегодня, понимаете? Поэтому вот стих, который я обещал, что мы прочтем, и это как итог. Цена покоя. И вот цена покоя есть человеческая, а есть цена покоя божественного. И в девятом стихе первого послания Иоанна, в первой главе написано, что если исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но мы должны понимать, что если в Ветхом Завете это не видно так явственно, а именно цена покоя, то есть во что обойдется прощение наших грехов Богу, это не видно. Есть только жертвы, система жертвоприношений, там машина жертвоприношений работает. И только самые проницательные могли понимать, что это такое. А многие не понимали. Просто работает машина. И у язычников похожее было, и здесь и евреев было. Ну особенно, но все-таки похожее во многих отношениях. Так вот, цена – это вот эти невинные животные. Но понятия виноватого животного не было. То есть, ну как бы, они должны, они предназначены к тому. А вот здесь, в первом послании Иоанна, мы читаем, что Он, будучи верен и праведен, то есть Христос, благодаря своей жертве, благодаря тому, что взял на себя грехи мира, и грех Давида в том числе, вот Он, будучи верен и праведен, простит нам. То есть, цена покоя нашего – это Его смерть. Да. И отсюда к человеческому измерению добавляется божественное. И вот это уж должно нас по-настоящему отрезвить, остановить и дать надежду, что если все-таки, то, но слишком высока цена, да поможет нам Господь оценить это и с почтением отнестись к этому. И да, остановит нас Господь, если мы на опасном пути, а если что-то свершили, неподобающее, да укрепит наши руки Господь и поможет нам раскаяться и восстановить все, что только можно восстановить, компенсировать все, что только можно компенсировать. Ну и тогда получится, что эти рассказы были нам на пользу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...